Колонны украинских войск выдвинулись из Житомирской области в направлении Крымского перекопа. Об этом сообщают очевидцы. По их словам, расположение части покинули несколько БТРов и машин с солдатами. Сообщается также, что колонна бронетехники выехала из Львова. Мы связались с нашим корреспондентом на Украине Стасом Натанзоном по телефону. Стас, добрый день. Можешь ли подтвердить эту информацию и известно ли, с чем связана переброска войск? — Здравствуй, Маша. Действительно, колонны военных сейчас выдвигаются в основном западных регионах Украины в направлении восточных, даже, я бы сказал, юго-восточных регионов. Первые передиспокации начались во Львовской области. Потом начали появляться сообщения, что все восточнее и восточнее с территории военных частей выходят колонны с военной техникой, с вооружением. Но по-настоящему официального подтверждения этих сообщений до сих пор не поступало. Вот буквально несколько минут назад мы звонили в Министерство обороны. Пресс-служба Министерства обороны просто отключила телефон и перестала брать трубки, отвечать хоть на какие-то звонки. Пока что единственный комментарий, который существует на эту тему, это комментарий руководителя западного регионального медиа-центра Министерства обороны. Это человек в должности подполковника Александр Паранюк. И единственным его комментарием были слова о том, что гражданским людям советуют не мешать проезду военной техники и не вклиниваться в колонны с военной техникой. Вот других комментариев, кроме комментариев подполковника Александра Паранюка, из Министерства обороны не поступало. Еще одна важная деталь, все сегодняшнее утро на украинских телеканалах ни одного сообщения о том, что военные передислоцируются с запада на восток страны, так же не поступает. Несколько слов о том, собственно говоря, в каком направлении движутся эти военные. Как я уже сказал, в первый раз техника была замечена около выходящей из воинских частей подо Львовом. Мы начали сообщать об этом блогеры, видео сразу же появилось в интернете. Сейчас вообще надо сказать, что весь интернет и вся блога сфера буквально кипит все новыми и новыми доказательствами передвижения военных. Хотя официальных подтверждений, как я говорю, нет. Колонна двигалась из Львова в сторону Ровно. Там, по всей видимости, она стала еще больше. Дальше передвижение было в сторону Льжитомира и оттуда на юго-восток в двух направлениях. Одно на Херсон и другое на Запорожье. Для тех, кто, может быть, не до конца представляет себе карту Украины, направление из Житомира на Херсон – это четко в сторону Крыма, в сторону перешейка с Крымом. А направление на Запорожье – это скорее направление к Ростову-на-Дону, вот туда, к российской границе. Кроме того, известно, опять же, только по информации блогеров и людей, которые обсуждают это в интернете, что передвигается 95-я бригада. Это, значит, авиаударная бригада. В ее составе есть и бронетехника, и воздушно-десантные войска. Кроме того, есть информация о том, что с территории военных частей под городом Сумы, это уже ближе к Белгороду, также на юг, к Крыму и к Запорожью движутся комплексы реактивного огня, ну вот типа градов. Но это дело, поскольку очень много информации поступает от простых обывателей и людей, не связанных как-то с военным делом, описание военной техники, конечно, обывательское. И точно понять, какая именно техника движется из военных частей города Сумы, точно невозможно. Маша. Да, Стас, последний вопрос. Есть информация, что каждой части были прикомандированы активисты Майдана в качестве комиссаров, чтобы контролировать командиров. Вот известно что-то об этом. Да, действительно, такая информация циркулирует по интернету, но и официального подтверждения этой информации не существует. Как я уже говорил, Министерство обороны вообще сейчас молчит, официальное Министерство обороны Украины. Но и без комиссаров с Майдана уже известно, что влияние представителей Майдана, и в особенности представителей правого сектора на Министерство обороны, очень сильное. Все мы помним, что вот буквально в пятницу было уволено трое заместителей Министра обороны. Это Александр Олейник, Владимир Мажоровский и Артур Абабенко. Они были уволены только за то, что выступали против того, чтобы правому сектору придали статус регулярного военизированного подразделения. Так что влияние, даже без командированных комиссаров с Майдана, влияние правого сектора в армии и так очень-очень велико. Маша. Да, Стас, спасибо. Это был Стас Натанзон с последними новостями из Украины. Сегодня там было замечено передвижение военной техники.